В Устьянском районе на трассе Яна продолжаются круглосуточные работы по расчистке снежных заносов. Напомню, что дороги в Улусе замело из-за затяжной пурги, длившейся практически месяц. Работы по очистке снега начались сразу по завершению пурги неделю назад. По последним данным ситуациям находятся под контролем. Но хватает ли в поселках продовольствия, в магазинах и топлива в котельных? Александра Охлопкова подробнее. На территории Устьянского района был затруднен проезд транспорта на двух горных перевалах трассы Яна. Дорожники работают круглосуточно. Ведется работа в двух направлениях – со стороны Усть-Пуйги и со стороны Депутатского. Плотность снежного покрова у нас составляет от полметра до двух метров. В этом году, можно сказать, аномальный год получился. Снега слишком много, но, кроме снежного покрова, у нас тут постоянно были, считай, с 21 января по 31 января. У нас тут дула страшнейшая пурга. Сегодня до вечера пробили пролаз, то есть возобновили односторонние движения. Основная проблема – это нехватка спецтехники. Вопреки слухам, появившимся в социальных сетях населенные пункты Устьянского Улуса не испытывают в данное время потребностей в дополнительном завозе продовольствия и топлива. По остаткам топлива на котельные запас составляет 12 суток, плюс вчера 15 тонн нефтяного котельного топлива пришло. И по остаткам визельного топлива на электростанции составляет 19 суток. Завтра дополнительно на объекты энергетики должны выйти машины с завозом топлива 50 тонн. По продовольственным товарам запасы имеются, то есть все функционирует в штатном режиме и жизнь как бы идет своим чередом нормально. Как видите, продуктов в магазине на данный момент хватает. Другое дело, что мы ждем, пока дорожники откроют дорогу Усть-Куйга депутатский, для того, чтобы мы смогли завести продукты по зимнику, которые будут предназначены уже на год 2017. Ситуация находится под контролем. Принимаются все меры по нормализации дорожного движения. Как сообщает МЧС по республике, в районе пока действует режим чрезвычайной ситуации. Но поводов для беспокойства нет. Ситуация стабильная, все под контролем, теплосервис, все наблюдается, спокойствие в населенном пункте, в домах тепло, жалоб нет. Завтра на участок выйдет комиссия в составе представителей Министерства транспорта, руководства УЛУСа, МЧС и сотрудников ГИБДД. Группа на месте примет решение о задействовании дополнительной техники, объема работ. Отметим, что односторонняя дорога будет проложена уже сегодня вечером, а до нормативного состояния дорожники приведут в течение 10 дней.